здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна башмакова канал ваша дача и сегодня я вам расскажу про самые душистые самые ароматные цветочки с приятными нежными ароматами которые вы можете вырастить в своем саду и можете вырастить еще сейчас в этом году посевом на рассаду или прямо в открытый грунт многие такие растения начинают издавать свой нежный аромат именно к вечеру их мы всегда располагаем возле зон отдыха или возле дорожек где проходим часто и вот таким растением относятся конечно всем известная матиола на же ночная фиалка которую мы сеем прямо в грунт миробилис очень красивые расцветки у него разнообразное мощное растение но цветочки раскрываются к вечеру и аромат вечерний ночной и утром они цветут душистый табак обыкновенный высокие огромные кусты с красивейшими трубчатыми цветами тоже разных абсолютно оттенков он даже сильный скажем так нежный и неприятный аромат но даже слишком сильный аромат это тоже как бы на любителя ну очень приятный аромат еще такой прекрасный цветочек энотера многолетник эти цветы которым назвала до этого они однолетние энотера многолетняя она может быть и не сильно привлекательно красотой но очень неприхотлива устойчиво и ароматно именно в вечернее время вот она начал называю мне два ночная свеча и розовая заря потому что именно вечерний основной вечерний аромат из многолетников всем известная нам лаванда лаванда узколистная она конечно очень пахучая единственное что вот лаванду лучше посеять раньше ей нужна стратификация но я вот сейчас ее посеяла был на улице еще снег прям по снег и положила в холодильник на две недели через две недели ее достану и даже молодые кустики лаванды и росточки которые появятся очень хорошо приживаются главное чтобы зашли семена многолетняя ароматная которая должна мне кажется в каждом саду быть тимьяны разные тимьяны недаром назван тимьян миндок и ну тут или мальчелло я думаю что они немножко по-разному будут расти но они все ароматные у них ароматное и зелье не только цветочки они к тому же и лекарственные они и пряность мне кажется более неприхотливого цветка даже не вырастить его легко можно и рассадой или посевом прямо в грунт это что касается многолетников из однолетников мы с вами уже в прошлом году выращивали в этом году я много говорила про эти цветы вот гелиотроп очень нежные цветы нежный аромат говорят что у него ванильный аромат ну я не знаю насчет ванильного но очень тонкий такой душистый как какой-то ну тонкие духи нежный никому не может быть приезда такой аромат не сильный ну замечательный агератум мексиканский именно голубой классический пахнет просто бесподобно его и гелиотроп и агератум еще можно посеять агератум можно сеять до начала апреля растет очень быстро гелиотроп лучше пораньше в начале марта посеять левкой тоже ароматные очень ароматные красивые цветы у кустики у него невысокие 30 40 сантиметров выращивать его надо через рассаду тоже в марте в середине марта до середины до конца марта можно его прекрасно синий ароматные не являются все флоксы друмонда однолетние флоксы замечательно пахнут эти растения не только насыщают ароматом наш сад они привлекают еще полезных насекомых и как бы становится лучше теплее на душе когда такой аромат и много пчелок летает все гвоздички ароматные у вазик аромат бывает даже такой ярко выраженный это на любителя я не называю здесь например хризантему или бархатцы потому что это ароматы на любителя но гвоздика как по моему мнению очень хороший аромат и вот есть гвоздика перистая многолетняя которая будет радовать вас много лет вы ее можете посадить один раз а если вы будете ухаживать за ней хорошо рыхлить не прикапывать побеги которые она разбросает стороны то она будет у вас завсегдатаем вашего сада не надо будет выращивать ежегодно прекрасная гвоздика на срезку шабо данном случае у меня гвоздика леон она тоже пахнет ну здесь надо выращивать конечно ежегодно и напоследок два таких любимых ароматных цветочка вообще от любимых цветы моего сада это питуньи некоторые питуньи имеют очень сильный аромат выраженный и мне очень нравится я обратила внимание что вот голубые расцветки даже гибридов голубыми оттенками всегда пахнут или вот такие вот сортовые это я к примеру взяла питунью это обычная сортовая питунья которая продается насыпом в одном пакетике в них сотни этих семян которые сходят абсолютно легко растет она она неприхотлива в простые всегда сажаю такие питуньи хотя у меня клубы из гибридов потому что они очень ароматные и неприхотливые растут очень долго без всякого ухода и напоследок алисум алисум однолетний просто сладкий сладкий и пчела прям призывающий цветочек который лучше посеять в открытый грунт в апреле месяце и он будет до самых морозов и по первым морозом еще издавать свой аромат и расти красивым ковриком цветочек очень неприхотливый поэтому всем советую посадить хотя бы некоторые из этих цветов и вот я немножко пропустила одного самого высокую лианку горошек душистый пахучий красивый разнообразный главное найти конечно правильные хорошие семена я вот купила семена а прощупала дома там три горошинки поэтому придется поискать еще но очень хочу в этом году в своем саду много ароматных красивых цветочков кроме этих цветочков не забывайте и про многолетние луковичные корневищные растения которые прекрасно пахнут например я цель пионы восточные лилии восточные лилии тоже на любителя очень сильный аромат но на улице он как раз россии в это очень хорошим много кустарников ароматных конечно царица цветов роза и сирень жасмин жимолость очень много пахучих приятных растений поэтому мы можем себя окружить не только красотой яркими цветами а еще наполнить воздух такими сладкими ароматами которые будут нас радовать еще больше поэтому я всем желаю хорошее выращивание определиться своими реальными планами и будем вместе украшать этот мир а я вам в этом помогу и вы мне тоже поможете если будете писать комментариях свои отзывы на этом на сегодня прощаюсь оставайтесь нашим каналом до новых встреч и и и и и и и